Привет, пупсики! Сегодня мы с вами посмотрим новый ролик от Долбека Все грехи и ляпы о мультфильме Базлайтер Мы, короче, естественно, его вчера посмотрели Мы подготовливаемся к нему Я думаю, что у Долбека много очень вопросов, особенно по космической тематике Вопросов много? В принципе, мульт неплохой Да, но я как-то ожидала бы получше Он предсказуемый, но более-менее, думаю Ну, короче, погнали Данное видео наполнено абсурдом Кстати, а музыку я вообще не помню с этого мультика Ты помнишь музыку? Нет, не запоминающийся У него с удовольствием не запоминающийся Все грехи Хотя вот это вот уру-ру-ру Лайтер Так, а, заставка, заставка Заставки сразу Господи, сколько Вот эта вот машина поворачивает очень неестественно Словно при повороте водитель газанул Так бывает, когда просто объект двигается по траектории Что, видимо, аниматоры и сделали Ё-ба-йо Заветел Высер, который был нафиг никому не нужен Это никак не дополняет первую часть истории игрушек Это сбивает с толку при просмотре Они вообще не связаны Мы не связаны Я помню, мы сподрили с тобой обзор от Акро И он тоже говорил, что это очень сильно мешает таймлайну, получается То есть, на самом деле, там вообще как бы был не так И получается, ты как бы сам рушишь же свою вселенную Ну, типа такого Ожидаю, что этот мультфильм как-то свяжется с основной франшизой Чего в итоге не будет И мало будет того кота Так еще и это вступление прямо говорит всем зрителям Мы сделали это ради игрушек Покупайте 4,2 миллиона световых лет от Земли 4,2 миллиона световых лет Цифру брали с потолка Весь сюжет фильма прямо говорит, что у людей в 3902 году нет технологий, преодолевающих световой барьер То есть, неважно где и какие планеты освоили люди Дальше чем на 1900 световых лет от Земли они улететь не смогли Не говоря уже о том, что лететь на скоростях близких к световой массы не иметь Показанная скорость здесь и здесь Это вообще две разные скорости Сначала космолет летит не быстрее Voyager 1 А то типа супер быстро И не надо говорить, что эта скорость близкая к скорости света В таком случае нестыковок будет еще больше Неизвестная планета Они так визуализировали Мы же не знаем, как выглядит скорость света оттуда Смоделировали, наверное Да, поэтому как представили, так и представили Может, это мультяшная скорость света Тем более, это же фильм Да Это же как бы фильм База Лейтера Мы, естественно, оправдываем все А когда плюсы Если плюсы, то мы засираем Я обследую все уголки и закоулки странной планеты Космические рейнджеры изучают неизведанные уголки вселенной Базара нет, но делают это они, как лютые дилетанты Изучая новую планету Желательно отправить спутник на орбиту для первичных данных Но эта команда летает наобум, так что простительно Но сразу же спускаться на поверхность – это диагноз Роботы должны первыми вступать на планету Ради безопасности, изучения состава местной экзосферы Сбора данных о давлении, температуре, радиации и прочем-прочем-прочем Чтобы человек не сглал Видимо, к людям не жалко Первые полсекунды на поверхности Даже находясь в защитном скафандре То есть здесь целый список, почему базу просто повезло не умереть Ты знаешь моё мнение о салагах Что мне сделать? Чем я могу помочь? Был организм режет Ну они ж не знали Здрасте Баз не видел его, пока они шли в Да-да-да Или супертренированный Ну это ж классика Пока персонажа нету в кадре, ты его не видишь, понимаешь? Только он появляется, всё Нейрейнджер не заметил, как за ними шел какой-то рандом Он стоял Ой, это вообще прикол Пятикратный зум, чтобы выслеживать грустные глаза Замбрикосы не ставили вообще фигно и где? Как он здесь сказался? Вообще его под землю, что под засосало? Вот это гляне Навобранец задыхался в скафандре Ха-ха-ха Либо разбился и сдох Они выжили после такого падения? Причём все Стоит вам хоть немного разбираться в астрономии И поймёте, насколько это колоссальное везение Что человек может спокойно ходить без скафандра на другой планете Да если бы состав атмосферы отличался бы хотя бы на 5% Суперудобная планета Такое совпадение просто космическое Кристалл гиперскорости полностью уничтожен Похоже на застрел Короче говоря, не иметь резервного бака топлива Или какой-либо план B Это кринж Рядовой диаз Ля, они сегодня расшалились Готовы к запуску? По вашему слову, сэр Не обессудьте, но брать карликов с лишним весом На важную межгалактическую миссию Это так не работает Блин, в смысле? Ууу, дискриминация Дискриминация карликов Нет, в смысле карликов Он же просто низкого роста Ну да, он не похож на карлика Да тем более он же как не астронавт Наверное, тут просто как учёный Да Он же не используется как на высадке Он там на корабле может какие-то расчёты делает И всё Да Это плохой грех Посмотрим, удалось ли стабилизировать гиперпространственное топливо Вау, графон просто отричный Свет, текстуры, детализация на высшем уровне И именно поэтому я не верю, что этот мультфильм якобы выпустили в 95-м Возможно, во вселенной истории игрушек Это был фильм с живыми актёрами Однако ни единого постера фильма, ни слова об актёрах Не было за все четыре части франшизы Это тот же грех, как и в начале был Потому что не нужно было подвязывать вступление к самому мультику Потому что из-за того, что они сказали, что 95-й год Получается, это не сочетается Полностью заряжен А, автопилот Зачем отдельно заряжать автопилот, если он встраивается в шаттл? Хм, наверное, чтобы при сбоях шаттла автопилот продолжал работать Но зачем в таком случае он нужен, если шаттл не работает? Ну, чтобы поддержал себя, поговорил с тобой Вероятность успеха 87,6% Отличный шанс У них есть долбанные башенные краны Автомобили, дома, всё для жизни Но нет информации о топливном кристалле? В 3902 году люди, не дай бог, могут весь интернет загрузить на флешку А самую нужную инфу решили не брать Сколько людей нужно, чтобы вставить капсулы в дырку? Это как этот мем, где чувак арбузу передаёт Видел его типа того же Представь план полёта Автопилоты Привет, я ваш имя В итоге автопилот со своим аккумулятором отключается Стоит его вытащить из шаттла Иван, представь план полёта Ваша задача включить ускорение в глубоком космосе Сделать виток вокруг Альфа Рассказать план пилоту нужно уже во время полёта До взлёта Ну это баслайтер Не мой, так нормально Он ко всему готов сразу Скорость, но судя по искажению времени Близкая к скорости света А на скоростях близкой к световой Нет никаких полосок Угол обзора расширяется А чего наоборот покажется, что бас удаляется от звезды И никак не обоснованно, почему бас не умер от перегрузки Кстати да, вот это у меня тоже был вопрос Когда ты успел? И долго я летал? Четыре года, два месяца и три дня Сколько? При приближении гиперскорости ваше время замедляется по отношению к нашему За время миссии вы постарели на минуту Как они это заранее не рассчитали? И на место раньше, чем выше скорость И выше скорость, тем дальше я улетаю в будущее Во-первых, космический рейнджер не знает основ путешествий на высоких скоростях Во-вторых, чему они удивляются? Ведь они всегда путешествовали на гиперскорости С рабочим кристаллом или нет, скорость есть скорость И о замедрении времени весь экипаж должен знать Придуманный предлог внедрить мерч звучит очень тухло Игрушка для эмоциональной стабильности Отнюдь целые исследования проводят, чтобы астронавты не сошли с ума во время миссии Но там все упирается на изоляцию от общества и естественной среды человека И на этой планете есть все для рейнджера Люди, еда, стабильные условия планеты, звуки Зачем лишний раздражающий кот Чтобы потом продать котика в Макдональдсе, в Хэппи Миле Вот поэтому он и нужен Или можно понимать, что он долго здесь сидеть не будет Он все равно полетит в космос, а ему нужен друг в космосе И она вместо себя поставила кота Блин, он там в космосе, всего 4 минуты летает Для него это время проходит, как он без кота, он там 4 минуты проживет Когда капитан знает, что баз роботов терпеть не может Не обессудьте, но то вступление вновь нам поднастрало В 95-м году выпускает фильм с однополым браком Это знаете, как Стив Роджерс, что дружит с темнокожими Хотя это белый мужчина-американец из 42-го Я не расист, я констатирую факты А, и здесь просто исторически не подходит Ну да, возможно, в 3902-м году тем более Тебе не обязательно Командер, это моя оплошность Пускай так, но давай еще подумаем О чем тут думать? Миссию уже одобрили, уже все подготовили Сделали новый кристалл И после всего этого главный капитан начинает отговаривать рейнджера Среза база упала на фото Хотя его глаза не над фотографией Выдавил Круто, однако лоза нападает не только снаружи Кстати, а где был грех в начале? Пропустил, наверное, долбек или что? Помнишь, когда они показали, что они построили не щит, а в самом начале огородку? А, да, народ Летел жук, и жук прям ровно... Вот, короче, стоит протоколь А народ где-то, знаешь, метра два с половиной? Ну, стена электрическая Он мог бы выше облетать Да, а жук прям вот так вот летит Да, и получается, как будто жуки такие тупые Они могут просто выше перелететь через забор Да, и в принципе, смысл этого купола, если можно подкоп сделать Там реально так и делали подкоп они постоянно Да, а получается, даже когда у них не было этого лазерного купола Получается, эти жуки могли просто через забор, через верх перелетать Они же, блин, летающие Из-под земли, это же лоза А на макете лазера под землей нет Вот, да Поработай над нобилизацией топлива Всего-то с кристаллов? Легко Я решил проблему с топливом Как тебе удалось? Я потратил на это 62 года Почему я должен в это верить? Люди используют искусственный интеллект как и для миссии, так и для развлечений И они не стали им пользоваться для самой главной миссии Причем очевидно, что вычислительная мощность кота и этого Тетриса ниже, чем у компьютеров-рендеров Вас не предупредили? О чем именно? Это была последняя миссия Что? Мы за вашим роботом-компаньоном Программа закрыта Ваш код выведен из эксплуатации Так цель кота помочь базу после перелетов, а не во время его отлетов Даже если следовать их логике, то кота должны были забрать, пока баз отсутствовал Сразу после решения закрыть миссию У вас нет допуска в этот ангар? Дротик воткнулся в шею, пройдя сквозь щеку и подбородок О, да Ого Супер дротик Коморошка сделала Ну да, похоже, коктейль, да, смузи О, нет, формула потеряна, и это единственный экземпляр кристалла Булщет! Робот-кот в любом случае помнит формулу Я тоже не поняла, он же робот Ты же, блин, не человек Ай, все мои наработки были на этом маленьком компьютере 62 года моей работы Нет! Козёл! Ты же машина, ты же очевидно запомнил все эти формулы, можешь в любом случае воспроизвести А в нём нет запоминающего устройства Зато у него есть дротики Ибо он помнит прошлые события, иначе быть не может Мы проверили, у нас всё чисто, как у вас Командующий знает цель базы, знает, что направится сначала за кристаллом, затем шаттл И именно комнату с генерацией кристаллов они не проверяли, сказав, всё чисто Ленивая 100% Гиперскорость Я уже говорил, что при скоростях, близкой к скорости света, никаких дискотек быть не должно Теперь скажу, что искажения звука, генерация, всё это никак не... Я думаю, ты сейчас смоделировали Мы такой скорости не достигали, поэтому... Не, может смоделировали Совершенно небезопасная функция Загрязнять чрезвычайно важную кабину шаттла Даже бы ты не видел Это было отвратительно, я жалею, что полетел с тобой Сокс, как долго нас не было? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу 22 года, 19 недель Так технологии людей всё же могут рассчитывать искажения времени при гиперпрыжках Чего они не делали в начале фильма, и чего Бас не делал перед посредним полётом Сокс Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, всё верно Сокс – идеальный способ продавать игрушки Как и в нашем мире, так и во вселенной истории игрушек Тогда почему игрушка Сокса ни разу не появлялась в четырёх фильмах про игрушки Где Базлайтер – одна из известнейших франшиз Да, и почему в этом мультике, кстати, не было у Зурга этих маленьких зелёных и на пришленцев трёх глазах Могли хотя бы вместо кота вот этих зелёных добавить ему зелёного? Нет, потому что зелёные должны были быть с Зургом А значит, зелёные были слишком… Зелёные были слишком комичные, поэтому их не захотели добавлять Или, может, они плохо ездят, они как-то странно Они зелёные, маленькие, вот эти трёхглазые на пришленце Они же типа, короче, как миньоны, по сути, у Зурга Они как-нибудь такие маленькие помощники Я ждала их, думала, где? Ну, они же должны быть с Зургом Они же были в мультике в истории игрушек, да? Постоянно они там с ним тусили А тут нету Взяли, как у Зурга роботов запихнули больших Думала, блин, ну, жалко как-то Наверное, потому что, знаешь, мультик снимали как-то больше на серьёзных щах, да? А эти зелёненькие слишком как комедийный элемент выглядели, поэтому их решили не внедрять Какие у нас задачи? Ну, у нас одна задача Засунуть этот кристалл в турнепс и улететь Надо добраться до базы А для всего этого нам надо не умереть При всём уважении это не так Главная миссия – улететь А пожертвовать жизнью одного из солдат – дело обычное Он просто очень не хотел умираться Во-первых, лазер направился вверх, а здесь – слева направо Во-вторых, лазер прожёг антенну Хотя корпус слева не прожёг, и то, что было за антенной, даже не тронул Троица стояла за грузовиком В следующем кадре уже с другой его стороны Троица стояла прямо возле кристалла Теперь в трёх шагах от него Федереринг О, смотри, ты ручка Моррисон увидел щель с ручкой, хотя она вне его поля зрения Снова прощайте Ну да Это как вы, пузатый мужик, не видит свою пиписку Так эти жуки – обычные хищники Любое движение для них уже причина проверить неживой или объект И почему жуки обходят стороной невидимых людей? Обоснуйте Сюжетная дыра Изи играла с бабушкой в невидимых костюмах Значит, она знает о таймере Может, бабушка забыла ей про это сказать? Патруль и добровольная команда кадетов-энтузиастов Поучаствую в этом И мне с костяк пару лет со срока Я? Ну, я-то думал, что это будет такая прикольная учебка А тут... В течение всего фильма Эта команда будет просто раздражать своим существованием От этих двоих никакого импакта в историю Никакого раскрытия, значения Можно было просто удалить их И фильм не стал бы хуже, а может и лучше Мы постоянно добавили, чтобы растянуть фильм А чтобы добавить проблем Там добавили проблем, знаешь? Базу Лайтеру Не Чтобы не сложнее было Там еще добавили такую мораль Типа, этот чувак Он постоянно косячил Он еще там как-нибудь споткнется Что-нибудь испортит И ему остальные говорили Ничего страшного, что это ошибка Хотя там реально сложные ошибки И они ждали, что от базы Что он тоже скажет Ну, фигня, все ошибаются А баз такой Ну да, ты ошибся И все на него такие посмотрели А что ты не сказал, что это ничего страшного? Я тоже это не поняла Только чтобы сломать панель Нужно ее сломать А не ударить сильно один раз Можно покалечить панели А финальный удар нанести после открытия двери Включена система безопасности Да потому что эти штуки Объединяются от касания Оп, мяу Горят три тюрьмы Хотя сверху проецирует лишь одна Да и на что рассчитывала система защиты Если бы вторженцев было бы больше Чем количество этих проекторов И чтобы проекторы делали Если бы зашел очень высокий человек Было бы как-то так Какой-то... Почему все мясо снаружи? Типа хлеб, мясо, хлеб Влажный Да, липкий фарс Еще огурчик выпадает Нет, это отвратительно и не гигиенично Еще и на другой планете С неизвестными вирусами Такой движняк устраивать Нафиг надо Классо Что? Ему нужен я! Зургу нужен бас живым Именно поэтому он выстрелил в двух сантиметрах от него Ему-то был понарошный выстрел Понарошный, холостой Да, не успели обижать Куда? Мало того, что команда знала, куда направится бас И сумела его догнать Так еще и дарби сначала не было Затем Зург не видел Заспавнилась Заспушку Имея технологию телепортации Ее решили реализовать какими-то липучками с нажимным механизмом Может лучше этими липучками выстреливать, а не крепить вручную Может лучше активировать телепорт дистанционно, а не нажатием кнопки Это только мощность? Нет Лучше кнопка Хватай кристалл То есть бас пробежал мимо кристалла, чтобы атаковать робота? Что еще сказать? Дурацкий план Роботы не могут сказать бас, так что для них я просто зург Вот странно Роботы будущего способны произносить только одно слово Кто ты такой? Классно выглядишь, бас Отец Не угадал Привет, бас В общем, я тоже достиг суперскорости Меня не встретили как героя Я понял, как вернуть их домой Но всем было плевать И тогда я удрал Умчался оттуда как можно быстрее и дальше И оказался в неузнаваемом будущем Полным невообразимой технологии Неузнаваемое будущее и невообразимой технологии Почему бы не вернулся назад? Нельзя назад во времени Теперь можно То, что случилось с тобой, со мной никогда не случалось И не дать себе приземлиться на этой планете И врезаться в ту гору И всего этого не произойдет Хороший план Нет, это дурацкий план Предыстория старого база Самая коньная из всех, что можно было придумать Нифига непонятно Нифига не объясняется Обосновываю Первый баз полетел на скорости еще дальше в будущее На что у него нет никаких мотивов Здорово Почему бы не вернуться назад? Нельзя назад во времени Теперь можно Нет, не можно Квантовая необратимость Невозможно повернуть время вспять Как бы быстро ты не летел И вообще, по канону Зург – отец база Лайтера Как сказано во второй части истории Ну, не, я по поводу канона Отошли очень сильно Там канона как будто очень не связана Я бы сказала, что во второй части Я бы не сказала, что это был прям сильный канон Может быть, ты брал просто как шутка Типа, отсылка на Звездные войны Знаешь, что типа, вот такой Я твой отец Вот такой, аааа Ну, типа, мне думало, что это было не то Что может быть, он на самом деле Отец И скорее всего, просто было как фритботяно Как шутка Угу То есть, не знаю Может быть, какие-то еще были допматериалы Мне показалось, что это именно просто как шутка была При игрушек Вступление делает все это каноном Нет, баз Я твой отец Аааа Мы должны быть космическими рейнджерами Ты, наконец-то, можешь ее исправить Прямо сейчас Если исследовать логики фильма То при возвращении в прошлое Будет уже третий баз Который никогда не высаживался на эту планету И что, собственно, планируют делать эти двое Ликвидироваться Щелчок старого база вызвал роботов Которые уже шли в их сторону Давай-ка мы их тоже сотрем Дротик прилетел под каким-то странным мулом Да еще и не с той стороны, где стоял Сокс Только ты, дружок, идем Баз в упор не видел, как к нему идет трехметровый робот На Сокса засмотрелся Ааа, ааа Зурк летит к кристаллу Хотя много раз показывали его руку Да, да, я тоже про это думала Просто иди вперед А если я промахнусь? Не промахнись Сокс говорит Сизи в космическом вакууме Причем вряд ли через ряду То принципе и звуки Искажения голоса нет Снова звуки хвата металл в вакууме Здесь закрыто Думаю, что смогу помочь Сокс демонстрация лени сценариста Если что-то где-то понадобится Он супер универсальный Сокс, да Хотя какого хрена у кота Внутри отдельный баллон с горючим Надо коварную поддержку базу Поджечь его Необходимо протолкать расстояние Равное толщине двери А не то она просто застрянет Выстрел на панели управления Явная гарантия запуска самоуничтожения Зурк догнал шаттл Летевший быстрее обломков Герои говорят Кругом через радиосвязь Однако, когда капсулы с космонавтами Пролетают через атмосферу Образующаяся плазма Не пропускает связь Отчего диспетчеры На короткое время Теряют контакт с экипажем Иронично, да? Именно в самый рискованный момент Ну так вот Как ты не сгорел в принципе Ну вот бас Мы возвращаем отряд космических рейнджеров Набирай команду из лучших бойцов ЦАП патруля И команда у меня уже есть И в это я должен верить Я бы только кота взял Да, кот самый классный Команда отборных клоунов С которыми я бы даже лампочку не поменял Ну чё, кот нормальный Не, кот да Кот универсальный Мало ли там еще кей-функции у него есть Да, мы же не знаем Он имбовый Соскучился по женщине О-о-о-о-о Появилось кое-что Найдернуть тебя за палец Не поддавайся Смотри, что наше грижко с твоей бабушкой Но мы Что? Никогда. Это вовсе... А, да и не важно. Никогда не верю. За пальцы, да. Короче, мне кажется, здесь больше грехов должно быть. Да, потому что, на самом деле, видно... Я просто забыла, что там было. Там было капец, сколько грехов. Ну, мы посмотрели тоже какие-то моменты, такие, с тобой тоже. Я помню про эту руку. Я говорю, в смысле? Почему он просто рукой не схватил этот кристалл? У него же рука, блин, отстегивается. Зачем ты к ней летишь? Ты понимаешь, что-то в угоду сюжету. Кот тоже, знаешь, слишком имбовым сделали. Реально, какая-то проблема. Кот просто все зарешает, понимаешь? Там самый полезный принцип в этом сериале – это кот. Понимаешь, все, это как матроскин, понимаешь? Был бы мне такой кот, я, может быть, бы и не женился, понимаешь? Ну, в общем, мультфильм, ну, такой. Ну, такой среднечок, я скажу, наверное. Среднечок, но я понимаю, что, допустим, он такой достаточно скучноватый в каком-то моменте. Можно, если мне понравится, да. Он достаточно скучноватый. Там какие-то вот эти вот странные есть герои. Там, по сути, вот, ты хочешь купить, если вот, допустим, да, ради игрушек ты хочешь этого кота. В принципе, база, возможно, зурга. И все. И все. Остальные игрушки тебе не надо. Может, тут хочешь кота. Да, потому что остальные персонажи, ну, они просто есть, это такое окей. И мораль такая, знаешь, была достаточно поверхностная. Обычно, знаешь, Пиксары, они такие интересные какие-то идеи закладывают в мультик, а тут получилось, ну, слушай, я не хочу вот менять свое прошлое, потому что, значит, в будущем не будет вот этой вот девочкой, я с ней подружился. А чем будет? Будет просто другая какая-то. А может и будет? Я не хочу лишать свою вот эту компаньонку, да, рейнджер, с которой он дружил, семьи. То есть, а почему ты решил, что вот она, может быть, потом будет космическим рейнджером, в какой-то момент он захочет тоже завести семью? А вообще, как они могут поменять, как вот этот персонаж исчезнет, если они как бы просто просто перемещаются, но оно не меняется, то есть этот персонаж дальше живет, а почему-то второй баз существует. Ну, вот так долго говорил, что их стали трое. Может, типа поменял что-то, но этот же не исчез, он живет, просто получается вторая реальность какая-то. Он же по логике для этого продолжает жить. Потому что эти сейф-штуки с перемещением во времени, все время есть куча косяков, понимаешь, всегда. Потому что, в принципе, это нереально, и поэтому логика такая теряется. Потому что, допустим, из-за того, что старый баз переместился, получается, его не должно было существовать, потому что, скорее всего, будущее пошло как-то по-другому, и он не приехал, и не увидел этот костюм, и он, в принципе, не мог бы появиться. Получается, он как бы дублировался. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Хм, сложный выбор.